Здравствуйте, дорогие друзья, гости дома Фиалки. Меня зовут Рачков Иван, я представляю группу Регионы России. И сегодня тема пойдет у нас о том, как вырасти деревья. Но деревья мы выращиваем не в саду, а все-таки дома на подоконнике. Много времени я уделяю садовым растениям, формированию, каким-то интересным формам. Но так как сад это все-таки у нас ограниченный период времени всегда, весенний, летний, то зимой мне не хватало как раз что-то сформировать, что-то обрезать. И так как в доме Фиалки мы выставляемся довольно часто, растений очень много, и мне хотелось что-то дома создать, мини-садика, с какими-то растениями, с группами, с разными, обрезать, формировать, чтобы это было, выглядело очень красиво. И так как увлечение пеларгониями видовыми носит характер того, что растения достаточно все крупные, рослые, они, как правило, дают очень много зелени, и растения красивые, но занимают очень много места, как правило, в наших коллекциях. И мой взор, так как в выставках мы участвуем довольно часто, все время растения подрезаются, обрезаются, черенкуются. Я стал замечать, что мои растения формируют какую-то форму, получают. Это был первый самый сорт, это Криспомбарегатов, 10 лет вот сюда приезжает, 10 лет он в разном виде, но это растение сформировалось благодаря выставкам. Я не принимал участия никакого в плане того, что создаваю крону. Это просто ветки, которые постоянно подрезались, и вот такое деревце оно получилось. Ну, хотелось чего-то большего всегда, каких-то интересных стволов, каких-то веток. И на всех выставках, как правило, когда выставки заканчиваются или когда мы собираемся, у меня появляются вот такие растения. Либо они остаются вот такого вида, но они выросли, выросли, внимание я им уделял, в принципе, корневая у них хорошая, но они не сформированы. И этих растений можно взять вот, например, из разных групп педовых пеларгоний, их очень много. Они выглядят вот так. Если взять, например, сравнение, да, вот смотрите, вот это черенок, это молодое растение, оно хорошего качества, в принципе, оно по сорту, освещение ему оно получило в достаточной мере, как и его маме. Ну, вот отличие, вот смотрите. Ну и как, эти растения иногда остаются, иногда я на них смотрю, думаю, надо что-то с ними поформировать, поделать. И вот эти формы стали рождаться именно у таких черенков. Во-первых, растение придается особый шарм, плюс уже это не куча листвы, не куча веток, а оно уже получается, что приобретает форму. Сначала давайте мы начнем с того, что я расскажу, вот вы приобрели любое растение, тут даже можно и пеларгоний, мирты представлены, калибрахо, потом фикусы, фикусы вообще всевозможных форм, и фикусы идеальные растения для формирования их деревьев. Деревья это будут, от них отличные, потому что фикусы активно растут, и в принципе тоже очень, вот, если обратите внимание, фикус пумела, это достаточно хорошо растущее ампельное растение, и вообще его выращивают или как почвопокровное растение, или ампельное. Также вот эти вот такие фикусы, вот, например, то, что в ботсадах они выращиваются, они выращиваются в больших подвесных корзинах, где они образуют бороды, каскады с огромным количеством листвы. Но в комнатной культуре вот эти фикусы, что меня всегда останавливало от ампельных растений, это если один раз вы не польете, то растение, как правило, погибает, ну, в моем это случае, потому что воды не требует много, и как только где-то вы не досмотрели, все, что вы формировали годами, вот фикус, что пумела, что вот эти вот, они у вас, как правило, в моих условиях они погибали, поэтому мой взор на эти фикусы, он немножко другой, вот, характер стал носить, я решил сформировать с них деревца. Ну, по формировке я сейчас вернусь, и в общем, смотрите, выбираете, подбираете растение, которое вам, в принципе, нравится, на лист, на форму листа, и нужно это растение куда-то определить горшок, горшок у него будет, как правило, на всю его сознательную жизнь, если взять криспиум, вот, 10 лет, он 10 лет вот в этом горшочке у меня сидит. Я его не пересаживаю, он как был тут, изначально посажен, так он вот и живет так. Ну, а маленький горшок для того, чтобы сдерживать размеры, да, 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 чтобы сдерживать размеры корневой, и в принципе, сейчас вот, в общем, мы подбираем какой-то горшок, в котором он будет жить. Если можно использовать керамические горшки, в принципе, они хорошо для растения, не смотрятся в них очень даже симпатично, можно использовать пластиковые. Если бы использовать пластиковые, можно будет подобрать красивое кашпо, ложку или что-то. Подбирать горшок нужно, ну, не намного больше, чем 100-граммовая стопочка, там где-то примерно 8-9 сантиметров максимум. То, что большие горшки, они дадут активный рост корневой системы, и вы должны понимать, что если будет активно расти корневая система, то растение тоже будет достаточно, ну, тогда уже выше это все делает. Я все-таки использую то, что это транспортировка этих кустиков, или они дома у меня стоят на каких-то стеллажах, на полках, они должны взнимать какой-то определенный размер, не выше. Поэтому использую я либо вот 10-12 сантиметров горшки, либо, ну, максимум, до 12 сантиметров. Выбирайте кустик, который вам нравится, любой сорт. Это может пиларгония, мирты. И начинаем то, что я расскажу, формировать. Вот это растение идеально для того, чтобы с ним поработать. Вроде бы растение, оно такое... Ну, это вид, в природе это растение растет на открытом пространстве, получает достаточно много света и получает очень мало воды. Листья запасают воду, запасают... Любое количество воды, оно попадает в запас. И растение, если даже пересохнет, оно у вас не погибает. Эти вот переплетенные стебли, даже если света много дать, они все равно у вас будут стремиться к тому, что... Ну, вы не создадите условия пустыни, открытого пространства, где солнце, солнечная радиация, она придавливает листик, и он уже не так активно развивается, растение. Эти растения можно сделать с них плюс. Это в каждый горшок я высаживаю одно растение. Вы можете переплести крону. Вот здесь, в этом случае, я сделал сейчас... В этом растении я сделал ногу. Верхушка у нее не готовый вариант. Это просто вот нога. Ветки переплелись, древесина уже получает такую характерную структуру. А дальше можно уже заняться формированием верхней части. Смотрите, растения пересаживаем на постоянное место, где он у вас будет жить. Например, ну, можно использовать вот такой стаканчик, горшочек. Дальше мы можем его поставить в кашпо, либо в горшок. Растения подсушиваем хорошо. Вот такие шпажки, использую бамбуковые, они очень удобны для формирования растений. Во-первых, они мягкие, растения не травмируются. И начинаем что-то смотреть, что бы с этого деревца можно сделать. Вопрос, а подсушивать какую функцию, чтобы не загнило? Нет, подсушиваем для того, чтобы гнуть стебли. А, чтобы он... Если растение, да. Если у вас растение напитанное, когда начинаем изгибать что-либо, оно у вас до ломается. Дальше. Вот этот размер палочки, он у вас будет зависеть от того, какой высоты вам ствол нужен. Если вам нужно большое дерево и сверху какая-то крона, вы делаете ту шпажку нужного размера. В принципе, вот эта шпажка, вот у всех, если вы возьмете любое растение, я вам покажу сейчас. Смотрите, это все были шпажки. Они стояли на шпажках. Вот этот пример поставлю. И дальше я беру еще шпажки. Первый штучек. Мы берем шпажки. Если шпажки недостаточного размера, можно их, если вот, например, вы такие купили, хочется вам сделать их большего размера. Можно не бегать по магазинам, не искать, просто берете вот скотч, и у вас получается нужный размер, такой, как он. Шпажка в растении будет жить в последующий год. Она где-то функцию свою, она начинает выполнять. Если ствол нужны переплетения, например, побольше, то вы берете этих шпажки, соединяете не одну. Так, ну вот, у меня появилось это растение. Сейчас я посмотрю, покажу вам, что можно с него сделать. Размер мне его большой не нужно. Я втыкаю вот в растение. Растение достаточно, ну, подсушенное. И получается, что вы начинаете переплетать. Вот эти стволы, вот эти веточки, вот они. Они могут служить вам дополнительным стволом, дополнительное какое-то кружево создавать, плетение. Не нужно подсаживать несколько растений. Вот я поднял эту крону. Здесь нам понадобится уже скотч. Скотч выполняет прекрасную функцию, потому что ниточки, тряпочки и какие-то фиксирующие проволоки, они доставляют следы. Убираю эту часть листьев, в которой будет прикреплен скотч. И здесь вот начинаю прям активно эту змейку создавать, потому что чем больше переплетений, тем ствол у вас получится интересен. Как только будет древесина, стволик увеличиваться, пленку, древесина справляется вот с этим скотчем, и она не создает у вас никаких повреждений на стволе. Если бы использовать проволоку, так, сафари, проволока, если вы вдруг в какой-то момент не уследили за растением, если вы используете проволоки, как это делают все любители бонсаев, то у вас на стволе могут быть вот такие перетяжки. Если бы вы вовремя проволоку не сняли, то ствол получает перетяжки. И любые болезни, какие-то неблагоприятные условия, у вас это растение может всегда... Вы формируете, например, 5-6 лет, и вот из-за вот этих повреждений ствола вы можете потерять растение. Это и касается пеларгоний, миртов. Фикусам им без разницы. Вы можете их специально... Вот это я специально перетянул, чтобы сократить рост верхней части. Питание уже идет недостаточно, и растение сдерживает рост, и получаются вот те ветки, которые оставлены, они оставлены в таком виде угнетенном. Но растению это не мешает формировать новые листья, корни, и нет активного роста. Плюс есть еще какие-то сорта, например, которые пеларгонии, наоборот, активно растут, и нужно сдержать рост. И чтобы сдержать рост у быстрорастущих сортов, которых вы никак не сможете... Все-таки не обрезка, не обрезка корней. Я же... Вот... Олборидуэд, это сорт, в принципе, ангела, который сам по себе растет, очень-очень большую массу дает. Он где-то в месяц дает прирост, где-то, ну, где-то 30-40 сантиметров. Что я с ним сделал? Если обратите внимание, то нижняя часть у него толстая, а тут идет тоненький побег. Я просто взял ножницы или ножик, и смотрите, когда вы заплетаете, вот, например, нужна верхушка, вот, нужной высоты, вы просто-напросто вот так вот срезаете полствола. Вот, вы срезаете вот эти полствола, да, и получается, что вот этот вот срез, вот он срез, пол растения, оно пошло... Сейчас вот покажу вам дальше. Не жалея, сейчас вот эту веточку тоже уберем, мы его потом у вас посадим, вы, получается, вот аккуратно повреждаете пол растения. И дальше вот, получается, что... Когда растение начинает понимать, что пол растения у него уже нет, половины ствола, дальше вы направляете форму, как вам надо, сейчас направим, и растение начинает уже... Вот ствол сформировался, видите? Это все древеснело, все ткани заросли, и получается уже форма, нога у него нормально, полноценно, а тут уже пол растения. И смотрится достаточно эффектно. Можно вот эту отмерзшую часть оставлять, в принципе. Она будет, как знаете, на бонсаях такие вот отмерзшие участки, но я это убрал, потому что, ну, отмерзшую, отмерзшую, все-таки часть убираю, растение уже получает... не так активно растет, быстро. Но хотя оно не угнетено. Так, сейчас вот смотрите. Сразу попутно два растения сформирую. Ставили опоры. Так как это растение, смотрите, у нас уже... мы повредили, значит, мы сделаем его немножко другим. Вузил его прямо. Я его не вузил, я его сделаю вот так. Дальше он... Сейчас вот покажу уже. Вот он дальше поднимет свою верхушку. Ствол, видите, он поврежден, но не надрезал. И дальше уже будет формироваться у него... Во-первых, рост будет угнетаться, он уже не будет так активно расти. Листик у него еще уменьшится, и форма у него будет со временем... Так, где у меня... Вот, смотрите. Дальше у вас вот получится вот то же самое вот на ноге. Этому растению полгода. Вот оно... Это тоже достаточно активный ангел, который растет, дает очень много побегов. И вот таким образом у вас получается вот эта нога... Ну вот, в такой форме. Вернемся к вот этому. Тут, если, смотрите, стволы мы... Если мы оставим вот здесь ствол, вот этот вот, то получится какое-то неинтересное... Такое... Ну, видно, что разве... Ну, неинтересно все-таки. Убираем вот этот ствол тоже с него. Да просто все, что здесь стоит, это хорошо, видите, там... А почему бы его не заплесли? Смотрите, вот здесь пойдет штамп, шарик. И если мы сделаем вот здесь вот еще один ствол, будет утолщаться, и вот этот вот диссонанс ноги мы сделаем все-таки ногу. Сейчас я вам покажу уже готовый вариант. Эти побеги я уберу. И у нас получается вот такая ровненькая извилинка. В принципе, когда мы вытаскиваем... Смотрите, в прошлой выставке у меня остались розмарины. В доме фиалки я их сразу поставил на шпажки. Думаю, увезу домой. Вот, скотч. Прошло с прошлой выставки с октября. Сейчас мы берем вот этот скотч, разрезаем. Скотч мы разрезали. Вот у нас, видите, это переплетено. Вытаскиваем шпажки. Вот у вас, получается, извилины. Любые стволы. Тут их два... Два розмарина. И вот скотч, в отличие от проволоки, он легко удаляется с растения, не повреждая, уже как раз. Просто канцелярским ножом проводите. И получаете... Палочки вытаскиваете. Получаете вот такие изгибы. Дальше эти изгибы у вас будут одревесневать. Кора будет приобретать. И они начинают у вас получаться то, что получается. Например, переплетенные. Вот такие вот ножки. Вот они. Еще, единственное, вот еще покажу. Единственное, что если, например, у вас не одно растение, два ствола, например. Есть веточка, которая идет снизу. Она, в принципе, равноценна. Вот эту веточку вы можете как раз заплести друг с другом. Это не два растения посажены, это одно. И у вас уже получится какое-то вот... Это вот мы формируем ногу с него. Вот эта нога. Дальше уже крона. Крона получается... Вот они с ногами. Это достаточно недавно я их начал формировать. Это без кроны сформировано. У растения уже получилась нога, но нет верхушки. Верхушка, она все-таки... Это верхушки занимают определенный момент. Вы должны соразмерно понимать, сколько у вас будет нога. Значит, какой верх у вас не должен быть тяжелее ноги. Это примерно, ну, визуально. Вы смотрите, как вам нравится, чтобы это было красиво, презентабельно. Вот растение. Мы сформировали ногу. Все это взяли. Тут мы прищипываем. На тот участок, на который все-таки хочется, откуда пойдут ветки. Много листьев оставлять не нужно, потому что чем больше вы оставите вверх, тем активнее будет крона. Удерживая, убираем вверх. С этого мы убираем тоже вверх. Все, на полгода мы о растении забываем. Ну, месяца на три. Оно у вас стоит, растет. Просто то, что отросло, то, что отросло. Так, это я все убираю. Дальше. Смотрите, все ветки. Так, криспиум, криспиум. Смотрите, у нас получился вот такой вот устик. Через полгода. Он у вас оброс. Нога у вас сформировалась. Видите, в центре кроны очень много веток. Они практически все в центре кроны. Нам нужно сделать... Свет сюда не попадает вовнутрь, попадает снаружи. Оно получается окно, лампа. Все равно больше побегов активных. Они идут... Вот, смотрите, внешние побеги, они все маленькие. Они уже идут, получают меньше света. А все, что внутреннее, оно получает более активный. Это растение... Все внутренние побеги мы у него убираем. Нам надо дать света в центре кроны, чтобы растение активно развивалось. И по мере его роста у вас получается, что центральная часть, она вся свободная. Видите, все побеги наросли, и растение приобретает ту форму именно пышненького бочоночка. Не жалейте никогда растение, потому что оно всегда вам отблагодарит. И все вот эти угнетенные веточки, они, наоборот, активно начнут развиваться. Еще эти веточки по-хорошему сразу же не жалейте, нужно все обязательно подрезать. Чтобы они дали возможность боковым побегам ветвиться. Так. И по мере того, что они ветятся, у вас получается вот такая крона плотная, набитая. Не давайте им отрастать. Дальше растение уже понимает, что деваться некуда. Это грунт остается нетронутый у вас. Вы не подрезаете корни, не подрезаете. Растение понимает, ну что, все крышка у него, еда у него вся съедена, верхушку ему обрезают. Оно начинает свести именно так, как оно цветет в природе. Оно начинает свести тем самым короткими цветоносами, обильными, вот выкидывает. Видите, обильно цветоносы, обильно дает семена. Все, что у нас отцветает, мы убираем. Если какие-то растения, которые обычно растут в горшках, они бы вам простили, то, что вы не убрали семена. Эти растения все-таки очень много тратят сил, энергии на то, чтобы дать жизнь не в горшках вот этого. Они в этих условиях, в которых они созданы. А вопрос о королевской пеларгоне, они тогда цветут? Ну что там как раз сверху, когда подрезаешь, там же они все цветоносы. Печи принцесса оставляю. Просто в какой-то момент, когда вы понимаете, что оно должно цвести, вы оставляете цветение. После цветения вы все это убрали. Вот кардан, например, он цветет весной. И вот эти сейчас веточки, которые, вот он достаточно, я уже знал, что он весной зацветает, вы его жестко подстригаете уже осенью. Ну, смотрите, растение сформировано, ему все хорошо. Питание мы, как все коллекционеры, очень любим кормить. У нас первый вопрос, ой, оно такое жирненькое, такое хорошее, значит, мы чем-то кормим это растение. Мы это растение кормим. Кормим мы двумя способами. Смотрите, есть пролонгированное действие удобрения, это смокот. Вот в этом растении, вот в это растение, я добавлял гранулы осмокота, просто вот верхний слой разгребаю, добавляю на глаз какие-то гранулы, и все. Это вот растение просто стоит на обычном поливе, и там работает осмокот. Но, опять же, как мы бы не хотели уходить от этиса, вот я думаю, ну не буду покупать, не буду. Все равно я возвращаюсь к этису. Этиса я даже сейчас, по моим наблюдениям, провел два эксперимента, оно прям супер действующее все-таки. Смотрите, этиса мы разбавляем в 10 раз, концентрацию увеличиваем, уменьшаем наоборот. Например, если вы разводите 1 мл в литре, значит 1 мл в 10 литров, и при каждом поливе вы удобряете ваши растения. Потому что слабые концентрации удобрения накапливаются, и оно дает вот тот эффект, ему не нужно огромное количество сразу удобрений. Оно все равно в почве начинает взаимодействовать, то, что у вас там микрофлора какая-то живет, и давать вот именно вот этиска хорошо. Плюс я заметил вот чисто случайно, я раньше, когда вот только начал заниматься растениями, я делал некорневые подкормки раз в неделю. И вот перед выставкой, я думаю, ну что-то мне захотелось как-то их очень-очень полюбить, чтобы они были в том виде, в котором они тут представлены. Я обработал по листу, вот то же самое, вот один дозатор, я 5 литров развел, красного этиса. Эффект потрясающий, слушайте, удобрение действует сразу же в лист, попадает, а очень активно действует в рост, и растения приобретают вот этот изумрудный цвет. 5 литров сколько? Ну, 1 мл на 5 литров. Да, и получается, что растение получило быстрое питание, быстро трогается в рост, видите, но все, что мы формируем вот такими деревцами, оно требует яркого света. Мы, опять же, не забываем, мы возвращаемся, если мирты растут где-то в притенении, то мы создаем такое освещение, которое вот это растение характерно бы... Если это, например, фиалка, то она должна где-то под кроной листьев быть. Если, например, это пеларгония какая-то видовая, она должна быть, получать тот источник света, приближенный к естественному. Понятно, что это не будет натриевая лампа 400 ватт, но сейчас технологии пошли с фитосветильниками очень вперед. Вот я подобрал для себя, есть розового спектра лампы любые, они дают тот именно эффект листья. Многие говорят, что вот розовые лампы, они не действуют, они для подкраски мяса в торговых центрах, и разница между белой и желтой, и розовой лампой никакой. Нет, у меня росли они достаточно долго, три стеллажа были с разным освещением. Были юниели по 35 ватт, которые белый свет давали, бежевые, белые, желтые. И остановился я все-таки вот юниели 35 ватт, и которые они есть розовые. Очень, ну в доме фиалки она белая, в принципе. Получается, если у вас на один ряд растений где-то, у меня стоит одна лампа, вот такая 35 ваттная. Стоит она, она открованная где-то, ну сантиметров 15, включается на 12 часов горит свет. Эффект потрясающий именно от этих ламп, вот именно розовых, они получаются, что дают солнечный свет, но я сразу вам скажу, минус этих ламп. Если вы берете маломощную лампу, она вам простит то, что вы растений не полили, она не простит. Ну смотрите, вернемся, лампа мощная, растение сидит в небольшом горшке. Если бы это растение находилось на улице, мощный яркий свет, растение обгорает. Под этими лампами, если полив не производится вовремя, растения обгорают, как на солнце. Просто вы полку, например, два дня там не полили это растение, у вас получается уже все в ожогах. Потому что растение получило, ну то, что получило, воды нет, лист работает и получается, что ожоги колоссальны. Если вот, например, у меня была такая ситуация, я пропустил полив на два дня, гора листьев сухих. Просто вот, если взять, например, это вот сейчас оно отросло, просто гора обожженных листьев. Это имейте, учитывайте то, что чем мы ближе приближаем к условиям естественным, тем мы должны отчетливо понимать, что растение нужно все-таки, ну, внимание. Если, например, это фикус, пиларгония, это виза вовросов, они вам простят все. Если вот этот малыш пересушен, я сейчас его передам, посмотрите. Если вы его пересушите, с ним ничего не случится. Если это будет мир, у меня был классный прям такой мир, он был шикарный. Я его привозил, я просто один раз пропустил, и у меня был трупик, просто он осыпал листья. Это был труп красивый. И еще у меня была одна история с фикусом, смотрите. Такая вот фуксия у него не случайно попала в него. Рос фикус, красиво сформированный. И все, в какой-то момент я его не полил, и у меня получается он все, погиб. Думаю, блин, так жалко, нигде его не найти, не достать. Редкость. Стоял стаканчик и фуксия. Я думаю, ну ладно, посажу. Ну, пусть она живет в фуксии. Ствол у него красивый, загнутый. Вот я загнул по его стволу фуксию, начал формировать. И думаю, ну ладно, фуксия хорошо, хорошо. И вот фуксия уже, видите, выросла достаточно. И фикус ожил. Вот таким образом я его спас. Сейчас уже ее стал подрезать. И вот тоже, смотрите, стволик сформирован. Сейчас я вам покажу. Видите, вот она диссонанс. Дальше, вот смотрите, просто убираем. Подрезать все, чтобы листик уменьшался. Все это ножом делаем. Ну, ножницы лучше всего ножом. И оставляем где-то по два листа, один узел. Этого достаточно, чтобы растение начало у вас ветвиться активно. И все побеги последующие мы обрезаем на один узел. Не оставляйте никогда много... Видите, вот он один узел, и этого достаточно. Тогда у вас будет более плотная крона. И уже вот этот вот шарик, он уже у вас создается и на эффект. Ну, да, ну да. Но обязательно, смотрите, если это растение благолюбивое и требует более влажных условий. Вы должны понимать, что если обычный мир вы полили, не полили, он у вас выживет. В этом варианте он не выживет, потому что горшок... Вот фикусы эти пьют, как не знаю кто. Вот я их поливаю где-то раза три в неделю. Можно обойти полив фитильным поливом. Но на матах, вот, например, я все-таки их поливаю, ну, где-то каждый день практически. Смотрю за ними. Потому что они будут... Тут просто есть культура бонсая, когда подрезается корень. У вас корневая система соразмерна то, что наверху. Я этого не делаю. Поэтому это не культура бонсай. Это вот, это растение получается, сейчас вот... Ну, получается, что они в активном росте. Вот, например, каждую неделю, каждые, там, может, две недели вы должны формировать это растение. Я беру уже в этом варианте ножницы просто. И начинаю придавать форму. Сейчас вот вы посмотрите разницу, какой он будет. Они более такие становятся, более опрятные. Я его специально не стал стригать. Стригать. И он форму вот идеального грибка. Не жалейте растение, потому что оно вас отблагодарит. Все, он приобрел ту форму. Так же мирты, например. Чтобы понимать... Ну, форма, да. Сейчас просто берем... И создаем с него шарик, не жалея. Все, что лишнее, обстригаем. Редки, которые идут в центр кроны, убираем. Не жалейте. Они закрывают пространство. И... И саври, вот недели через три, это уже приобретет такой у вас форму шарика. Видите, уже крона начинается размером. Так же и пеларгонию. То же самое. Не жалейте. Начали вы формировать. Начали формировать. Начинаем обрезку на... Так же на два узла. Тут уже можно... Если не на черенкование берете веточки, то... Если не на черенкование, то можно ножницами. Вот нарушаю. Видите, ветка нарушается, форма. Ствол красивый. Но вот эта ветка, она нарушает всю... А ее разогнуть можно, в случае желания, например, в эту сторону? Ее можно, да. Вы можете сделать как угодно. Но я ее сделаю вот так. А вот этого я малыша уберу отсюда. Вот. Все, что задумалось, получается. И тут уже дальше крон. Можете загнуть. Можете какую-то вот... Например, фикус вот этот, сагитата, где он у меня... Так, вот. Я просто сделал на ровный вот... Плюс тут завил веточку, чтобы более интересно было по стволу. Можете завивать, заплетать. Ну, в общем, вот такая вот система этих растений. Есть еще... Такие вот ампельные растения, например, как миллионбеки. Они очень широко используются в садоводстве. И на вот калибрахо и миллионбеки я обратил внимание благодаря китайцам. Как-то читая публикацию, я увидел, что калибрахо и вот эти вот нас, Турции, эти растения используются у них в комнатном цветоводстве. И они сформированы не так, как у нас. Я был в шоке, я так достаточно пребывал, думаю, а как так? И вот, формируясь вот таким же образом, вы заплетаете, формируется древесина у растения. И эта же древесина у вас получается так же формирует крону. Вот калибрахо одну, ну, у меня уже не одна она сформирована. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, это специально зарощенный кустик привез. У него уже все готово, в принципе, к тому, чтобы стать деревом. Эти веточки, все лишнее, сейчас я уберу, и вы поймете, о чем я говорю. Вот именно... Ну, они потому что... За счет того, что корневая не угнетена у них, растения достаточно хорошо себя комфортно чувствуют. Плюс яркий свет, яркий свет, и растения приобретают, оно понимает, что, как бы, ну, оно живет просто своей жизнью дальше. Вот смотрите, видите, стволик заплетел. Вот он. Сейчас я секунду вам покажу, фотографии я принес. Сейчас я уже покажу вам. И вот калибрахо, которая дома. Это у вас будет плоский зонт, ствол. И вот петунию, там были на Диана, это тоже петунию. Все в садовых центрах, все их, вы знаете, тоже я заплел стволик и сделал из нее штамп. И я думаю, что когда ее вносишь в сад на лето, это будет, конечно, ну, дальше покажу фотки, потому что это растение растет. И плюс эти растения хорошо зимуют. Вы их просто занесли домой, например, эту же калибрахо, вы занесли домой, она вас обрезали, обрезали, поставили на прохладный подоконник, растение ждет у вас весны. Весной вы пересаживаете ее в контейнер, и она дальше украшает у вас пространство. Это будет ваше уникальное растение. Ну, еще не все, потому что в дом фиалки все-таки мы приходим за фиалками. И так как фиалок у меня все-таки место, они у меня, растения вот зеленые, пеларгонии, они у меня забрали практически все, но какие-то миниатюрные сорта у меня нравятся. Я стал вот этим вот деревцам, у меня керамические плошки какие-то стоят, маточники посажены, вот такие горшки покупаю. У меня все, в принципе, вот в таких горшках высажено дома, вся коллекция. Смотрите, пеларгония, плющелисная, да, грубо говоря, она у вас сидит в вот таком горшочке. И здесь получается, что крона-то красивая, а нисто у вас пустой. Можно и не применять мульчу, например, кору. Можно использовать древесную кору, чтобы не образовывались зеленые водоросли, потому что растения достаточно грунт всегда влажные, и зеленые водоросли, они, да, спасибо, они забивают все-таки поверхность, либо рыхлить, либо кору. Но мне понравилась идея использовать в таких же условиях миниатюрные фиалки сорта. Просто берете, например, горшок, и я подсаживаю туда фиалочки, трейлеры по краю. Они заплетают все это пространство в плошке. И получается, растение вверху живет своей жизнью, а внизу у него фиалка. Как раз в таких естественных условиях под пологом леса начинают свистеть. Очень эффектно смотрятся трейлеры, миниатюрки. И вот сочетание эффектов. Если герань пеларгонии не цветет у вас, у вас цветут внизу фиалочки. Летом фиалочка начинает менее активно цвести, например, зацвела пеларгония. В общем, два в одном. Также можно оставлять юбки. Например, если вы оставите внюю калибраху вот здесь, например, несколько веточек, вы можете создать тут юбку из этой же пеларгонии, из этих же веток, каркас. И у вас уже будет заплетаться. Так что вот, ну еще не все. Украсить горшок при землю, где растут корни, можно. Еще тоже подсмотрел. Посетив один ботсад, я увидел, что растение, которое сидит в пеларгонии, сидело просто на красном кирпиче. И вся корневая у нее была на кирпич. И все, что она смогла достать и впиться в землю, она впилась. Я думал, блин, так и красиво. Но влажность ботанического сада Экблада из Глунта у нас все-таки не ботсад. Я начал немножко, не немножко отгребать у растения корни. И поднимать при каждой пересадке, то, что пересаживаем, отгребаешь верхнюю часть, досыпаешь землю и все. Вот таким образом она получает еще питание. Я стал их вытаскивать. Я не стал жалеть. И стал эти растения вытаскивать из земли. При каждой вот обсыпке я просто обдираю верхнюю часть. Корни у вас белые. Ну, 2-3 недели кора быстро покрывает и растение начинает себя защищать. Все-таки на почту тоже. И у вас получается уже вот эта корневая шейка, когда вы садили растение. И корень. И таким образом они формируют вот это вот, змейками. Видите, вот. Вот двух экземпляров сделал. И дальше с каждым вот каким-то вот, когда землю подсыпаете вниз, то у вас получается, что есть корешки вверху. Тоже очень эффектный вариант. И... Поднимать надо, да? Да, да. Можно поднимать. И есть еще вот такой вид. Тангвенсис. Он... Это видовая пеларгония, которая достаточно в своем... Даже если вы что бы не делали, это огромное растение. Огромное растение, которое... Да, в огромной оранжереи он смотрится эффектно. Ну, у нас не рамня, не оранжерея. И пространство я не могу создать. А сорт, вид, мне очень нравится. У него пушистый лист. Жесткая обрезка. И тоже, посмотрите, у растения, вот, если поднять... Сейчас я вам покажу. Подниму ему корни. Все-таки люблю практически больше показывать, потому что... Когда ты покажешь практически, то люди начинают быстро понимать, что и как. Так, убираем вот эти. Нам понадобится просто горшок, в котором она будет расти. Я определил, что это будет вот такая девяточка. Смотрите. Грунт я использую в профимикс. Сейчас, в принципе, не добавляя ничего, ни перлитов, ни вермикулитов, от этого и ушел. Потому что, когда был классман, там было влагоудерживающее вещество, которое торф у вас не пересыхал. Что в профимикс, я уверен, что туда не добавляют никакие влагоудерживающие препараты, которые торф бы не давали. Он не слеживается, он просто не держит воду. И зачем давать еще рыхлители? И так воды расход увеличивается, потому что у нас растение... А торф как называется? Профимикс. Просто. Вот он. Да, вот просто, смотрите. Берем палочку, начинаем обдирать. Сейчас вот посмотрим, что она нам даст. Я это растение все-таки продавать не буду, оставлю до следующей выставки. Посмотрим, как оно сформируется. Вот обдираете всю верхнюю часть с него. На рост оно никак не повлияет, потому что у видовых пиларгоний корневища, как правило, видите, они толстые сразу же. Это молодое растение, но корни у них достаточно быстро и активно проникают вглубь почвы, чтобы закрепиться. Потому что пустыня, это есть пустыня. Сейчас есть источник воды, а дальше это парящее солнце, где оно сидит. И если вот интересно, например, посмотрите фотографии с экспедиции пиларгоний видовых. Они всегда куча сухой травы, и там офигенно красивые цветы. Поэтому, когда вот мы видим, вот нижнюю часть я тоже подрываю. Там нет корней центра, да? Ну, корней нет, они, как правило, все по кругу идут. Да, да. Все. Можно промыть, можно не промывать. Вот. Смотрите, видите, сколько корней оголил. Так, это оставляем. Берем грунт. Профимикс, в принципе, грунты вы можете брать на свое усмотрение, потому что все грунты, они на основе торфа. Просто качество торфа... Ну, российские производители, они, в принципе, не делают ничего прям нового для нас какого-то. Это торф, это есть торф. Единственное, что туда положили, кто был на смене, технолог пришел, а дальше, после того, как технолог ушел, неизвестно, что там происходит. И говорить, что тот или иной торф, он плохого качества, это торф. Просто где-то, может, доломитовой муки вам сыпнули килограмм на квадратный сантиметр, а где-то сто грамм. И поэтому говорить, что я купила кипу торфа, и он у меня умер, и растения вздохли, это чисто просто технология. Это, ну, как у всех, это, ну, фактор человеческий. Это из-за этого. Потому что, знаете, мне всегда говорят, такое было мнение, бытует. Вот у меня классман год полежал, он испортился. У меня классман лежит три года. Я целую вот кипу посадил, у меня оставалось там, может, оно оставалось что-то. Все, что я в этот остаток посадил, все погибло. Просто в этой кипе был какой-то фактор того, что грунт нужно проверять. Если вы его не проверяете на ПАЖ, и у вас нету каких-то лабораторий, где вы можете, значит, это не торф плохой. Это просто человеческий фактор, как везде. Вот и все. Берем торф, не имеет запаха, не имеет каких-то черной грязи. Просто берем хороший рыжий торф. Не буду какую-то рекламу делать. Я делаю вот, если торф хороший, он не имеет никаких запахов, он легкий, это торф. Вы ничего не сможете тут изобрести. Насыпаем в горшок. В принципе, я ничего не увлажняю сначала. Можно увлажнять, как вам удобно, например. Пересадку беру растение. Так как у нас, опять же, растение, смотрите, корневая у него немножко нарушена. И чтобы оно, если оно вдруг у вас болтается в горшке, вы можете подсадить палочку. Но его жизненный процесс дальше укоренится в том, что вы посадили. Вот я оголил все самое интересное, что с ним будет в нем. Верхушка, раз у нас будет просто листья красной цветы, цветы эффектные. Я хочу все свое внимание сосредоточить на вот эту корневую, которая у него будет внизу. Дальше беру этот же торф. Начинаю его подсыпать. Подсыпаю равномерно и заодно стряхиваю все-таки с корней что-то лишнее, что может быть еще остаться. В принципе, вот любители адениумы, они, вот кто адениумы выращивает, всякие вот разные бутылочные деревья, этим способом всегда пользуются. Это, в принципе, не новая технология, это все-таки ничего нового я не запретаю. Это просто все подсмотрено. Даже если придете в ботанический сад, вы увидите, что у Азалии при вот этой вот кроне есть какие-то корни, которые выползли из горшка. Но когда вы посещаете сады, всегда обращайте внимание, как растут растения. Мы идем вот по Царицыно, например, там липы. Вы видите, что у этих лип корни поднимают землю, и вот просто чистая эта природа нам дает вдохновение. Это никакие вот там правила формирования. Конечно, бонсай, да, это формируют китайцы, они там по правилам все, у них все круто. Тут мы формируем так, как растение будет стоять у вас в интерьере, у вас дома на полочке. Все, вот растение я сформировал, посадил. Землю я специально не высыпаю, чтобы, ну, можно в дальнейшем было чуть еще приподнять растение. И сейчас, смотрите, берем воду и промываем все это. Поливаем обильно. Поливаю обильно и ставлю на яркий свет. Если, например, вы считаете, что это осень, например, и растение у вас сидит на естественном освещении, мы все это делаем, когда световой день начинает набирать максимум. Это значит май, июнь. Если я уверен, что это растение попадет под яркий свет на полку, значит, мы это делаем, когда, в любое время. В общем, смотрите по-своему. Вот, смотрите дальше. Видите? У растения открылись корни, дальше будет утолщаться ствол. Все это, вот, хозяин, все это дело превратится просто в единую ствол. Уже будет корневая система, которая вроде бы как ствол, вроде корневая. И обязательно уменьшаем вверх. Но тут все-таки надо взять нож, потому что растение суккулентное. Если траву можно, мы стрижем ножницами не жалея, то суккулентное растение. И сразу после обрезки. После полива мы делаем обрезку. Получается раз почка, два почка. И здесь мы оставляем тоже с ним, так же, вот, две-три почки. Не старайтесь оставлять много листвы, потому что растение сейчас начнет активно выкидывать бутоны. И будет себя говорить, все, хватит с меня, я хочу семена. Все. Вот таким образом вы ставите на полку. И где-то через два-три месяца уже будет сформирована эта часть, и здесь будет формироваться кусочек. Она уже уменьшит лист. Лист будет более пушистым. Сейчас достаточно пушистый, еще более. Он наберет свою структуру, которая и должна быть в природе у него. В общем, чем больше издеваешься над растением, тем лучше. Природа издевается, да. Есть еще, вот, например, травянистые растения тоже вот такое интересное. Брэнния снежная. Когда я ее увидел, тоже посещая бутсад, не зная даже, что это за растение, тоже лежал красный кирпич. На этом красном кирпиче лежала какая-то травка, которая была такой высоты 3 метра кирпичного стандартного размера. И она выглядела достаточно эффектно. Я думаю, боже, ну как оно существует. Думаю, такой нежный лист и нежный лист, а вроде бы корневая, которая бы должна уже все погибнуть. Взял это растение, оно тоже, в принципе, вот в среду привезу, сюда его сформировано. Тоже очень-очень классно формируются вот эти мелколистные растения. Просто убирайте все ветки, которые могли бы... Убираем. Тут уже у нас крона, в принципе, сформирована. Можно не убирать вот эти вот ветки, просто растут. Просто мы их немножко подщипываем. Я имею в виду вот... Дальше. Опять же, берем... Размер растения зависит от того, как вы хотите. Я уже повторяюсь. Вот эту вот, мы сделаем юбочку с него. Мы не будем убирать эту ветку, а ставим внизу, и он заплетет у нас вот эту прикорневую часть. Просто тоже уменьшаем. И здесь, вот смотрите, можно еще сделать немножко другой изгиб. И мы сделаем вот так ее уже. Вот, вот форма. Двух палочек. Вот, вы можете взять. Дальше у вас вот, вы можете хоть сделать. И дальше у вас получается, что вот этот вот эффект, вот как раз. Когда у вас дуга. Вот она. Вы сделать можете любую форму, любую. И растения будут украшать вообще вот. Ну, это бы самое украшение. Можно вот эту ветку, видите, она сама природно загнулась. Можно хоть куда ее направить. Все, все, что травянистое, мы делаем на скотч. Все, что такое, которое вы уверены, что не передавит проволока. Проволоки, в принципе, берете любые, даже любые тонкие проволоки, которые в обмотке. В силиконовой. Они, в принципе, доступны. А эти прищепки для орхидеи? Прищепки, они выскочат. Выскочат, да. Или скотч, или... Ну, в общем... Скотч. Скотч. Так что, такая вот лекция получилась. Выращивайте. Сейчас вы можете взять себе черенки, вот растений. Попробовать их укоренить. Попробовать сформировать, потому что... Это даст вам возможность попробовать сделать что-то себе красивое дерево, которое будет украшать. Ваше пространство жизненное, оно даст вам возможность быть в гармонии с природой, гармонии с собой. Наслаждаться жизнью. Так что, всего вам доброго, спасибо за внимание. Кто хочет взять фикусы, вот тут все есть. Я, в принципе, давайте, могу раздать, можете сами. Раздайте. А то не дотягивайся. Да, давайте. Я вот нахально вот так вот делаю. Так.